Пока дожди взяли паузу, на Ставрополе установилась жаркая погода. В скорой помощи фиксируют сезонное увеличение обращений на водоемах рост числа отдыхающих. Те, кто до большой воды не добрался, довольствуются прохладой городских фонтанов. Как ставропольцы спасаются от зноя, что им советуют врачи и как теплую погоду переносят животные. Обо всем этом жаркий сюжет Анастасии Зубрицкой. Как спасаетесь от жары, расскажите, пожалуйста. На пруд идем, сейчас вот, точнее, поедем на Комсак. Как спасаетесь от жары? Под кондиционером в офисе. Все время кондиционер. Да. Как от жары спасаетесь? От жары? Да. Водичкой? А больше че, че? Все, а? Никак. Никак. Терплю. Пью чай. Нахожусь под холодом, в тени. Ну, и ни о чем не думаю. Обязательно при этом ни о чем не думать, да? Обязательно. Не думать об этом, думать, что ты находишься в каком-нибудь холодном месте, где тенек, нету жары. Спасает. У каждого из ставропольцев свой способ борьбы с жарой. А вот как это делают самые маленькие. Большая часть фонтанов края в последние дни поменяла свою главную функцию с эстетической на спасательную. Ну, как тебе, не жарко? Нет. А на суше жарко? Да. Часто сюда приходишь? Ну, иногда. Я прыжками в воду занимаюсь, в юночь хожу. Был в лагере, так что я могу каждый день приходить сюда. То есть ты из бассейна сразу в фонтан ныряешь? Ну, иногда да. Хороший способ спастись от жары – это, конечно же, искупаться в водоеме. Таких спасающихся, несмотря на будний день и довольно прохладную водичку, на Комсомольском пруду в Ставрополе немало. Ну, как водичка? Как вода? Отлично. Слева охлаждаются спортсмены-вэкбардисты, справа остальные жители и гости города. Семья Никеевых, спасаясь от жары, на Комсомольский пруд приходит каждый вечер. В офисе под кондиционером спасаемся, после работы, конечно, на свежий воздух, скорее сюда. В принципе, больше некуда пойти у нас в городе, в окраине. Здесь, в принципе, очень хорошо позагорать, освежиться. То есть вы всей семьей постоянно приходите после работы? Всей семьей, а старшая дочь вообще здесь целыми днями купается, загорает, отдыхает. Очень хорошо, очень нравится. В центре города такой райский уголок. Еще один самый популярный способ спастись от высокой температуры – это, конечно же, холодные напитки. Помогает во всем. Ну, а как без воды? Без воды ни туда, ни сюда, как говорится. Куда? Как без воды? Жара такая, что делать? Без воды никак. Уже девятое лето Сусана Захарян проводит за прилавком киоска «Квас-лимонад». В день, говорит, продает ставропольцам в среднем 150 литров жидкости. В начале как-то мало было людей. Ну, сейчас жара, люди идут. Покупают, приходят, уходят, пьют. Будете пить? Нет. А как вы считаете, помогает Квас вода спастись от жары по вашему мнению? Ну, конечно, я думаю, помогает. А вы сами пьете на работе? Тогда как. Жаркие дни, причем не только в прямом смысле, наступили для сотрудников скорой помощи. Когда для термометра на улице стал обычным показатель выше 30, работа, говорит Надежда Марченко, у нее увеличилась приблизительно в полтора раза. Температура поднялась до 40 градусов, естественно. Многие люди, которые становятся хроническими заболеваниями, это как гипертоническая болезнь, ИБС, для них это был, конечно, очень большой стресс как для организма, так и для их сосудов. И поэтому количество адресов значительно, конечно, увеличилось, исходя вот из этой ситуации. В качестве спасения от жары врачи советуют поменьше находиться под палящим солнцем. Людям с хроническими заболеваниями не прекращать принимать необходимые препараты, пить теплые напитки и избегать резких перепадов температуры. А вот у животных вариантов уберечься от зноя гораздо меньше. Особенно у тех, кто живет не в дикой природе, а в зоопарке. Тяжело жару переносит у сирийский тигр Вита. Так как и медведи спасаются от жары, она в своем мини-бассейне. Бассейн, круглосуточные души, дополнительные холодные комнаты. Так помогают перенести жару и духоту самым чувствительным к такой погоде жителям Ставропольского зоопарка, тигру и двум медведям. Сильная жара нас особо не пугает. То есть у нас все подготовлено, все сделано. Ну и самое главное, хотел бы еще отметить, это как и у человека, в жару это сочная корма. По возможности исключить сухие корма и полностью их заменить. Потому что жара, она не, ну, 3-5 дней постояла, перетерпеть можно. Одним водяные ванны, другим солнечные. Главное, говорят, здесь максимально приблизить условия в клетке к природным. И тогда жара будет ни по чем даже самым капризным обитателем. Анастасия Зубрицкая, Антон Поляков, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.